Нет учителя лучше, чем история. Это Даша и это очередное видео о закончившейся косметике, в котором я буду выражать свои эфиры. В общем, первое, что я достаю, это от фирмы Органия. Крем улаживающий с шиповником. Приобретался в фикс-прайсе. Он пахнет... Не знаю, просто крем пахнет. Ну, что я могу сказать? Крем-крем. Все, больше мне добавить нечего. Чего-то их, естественно. Точно так же я могу авторизовать крем для очей. Для век, то бишь, кто не понял. От фирмы Витекс. Натуральный крем для век. Может быть написано 0 парабенов, 0 силиконов, 0 минеральных масел. Может быть эффект какой-то есть, но я его как-то мимо меня прошла. Как-то я уже показывала. Совершенно обожаемая мною маска для волос. Вот такая репейная маска с керамидами. От фирмы Аптекс. Тоже приобреталась в фикс-прайсе. Вот, очень-очень-очень хорошо. Она пахнет лопухом. Я вот не конкретно подсела на нее. Она шикарно пахнет лопухом. Я готова ее нюхать просто часами. И я когда наношу, нужно же 3 минуты держать на волосах. И я прям сижу, все это время сижу вот так вот наркоманим. Она, консистенция немножко более жиденькая, чем в привычных нам масках для волос. Применение тоже не совсем обычное. Обычно мы наносим на волосы, а потом смываем шампунем. Это уже нужно под конец всех процедур делать. Нанести уже на чистые, мокрые волосы. Подержать 3 минуты. И смыть просто водой без шампуня. Волосы от нее становятся хорошенькими. Объемненькими. И вообще клевенькими. Очень рекомендую. Не успела эта банка закончить. Я тут же хапнула второй. Потому что я данный продукт влюбилась без памяти. Закончился у меня масло для волос. Кокосовое. Сделалась вот эта же надпись. Но это был парашют. Это вот... Я не разбираюсь рафинированное, нерафинированное. В общем, такое жиденькое. Жидкое масло как нужно использовать на волосах? Нужно намочить их слегка. Вот я прям так и делала. Я вот прежде чем сесть в ванну, я их прям руками смачиваю. Наношу на них кокосовое масло. Значит, сижу в ванной, но в это время сидит. Оно у меня работает на волосах. И потом очень легко смывается. Мне остается ощущение сальных волос. Вот было у меня для депиляции от фирмы Эвелин. Такое уже видно, что зачуханный. Крем 3 в 1 увлажняет, смягчает, придает коже мягкость. Ни хрена он ей не придает. Я бы уже упущу, что не из-за низкости рассказывали. Вот такая лопаточка туда прилагалась. Во-первых, почему-то волосы от нее отрастают уже где-то день. В общем, быстрее обыкновенного, чем у других кремов. Во-вторых, что-то я какой-то мягкости не заметила. Да, волосяной покров убирает. И тут мы переходим к лопаточке. Лопаточка туповатая, извините, конечно. Но она не должна быть острой, как нож, можете выразить мне вы. Однако, совсем уж прям, ну я не знаю, можно было бы поострее. Вот я сейчас кремом пользуюсь, аналогом другой фирмы. Там палочка поострее. То есть, и мне больше нравится. Не есть с чем сравнивать. Вот так что, вот данный продукт я не совсем рекомендую, хотя на вкус и цвет и вообще нет. Далее, вот эти два геля для умывания я показываю вместе. К тому же, у них концерны такие, не то чтобы один и тот же, но одинаковые. Этот окуреченный концерн весна, а этот клубничный у нас 100 рецептов красоты. Если им умываться, только утром. Потому что макияж они не смывают. Они его размазывают таким некрасивым образом по лицу. Так что, если хотите ночью выйти попугать народ, просто умойтесь и мимо из этих средств. Вот этот еще пахнет так химозно, наверное. Сейчас из пустого бутылька он у меня недели две провалялся. Нет, больше даже провалялся. В общем, долго бы не провалялся в ожидании этого видео, чтобы я его сняла. Пойду сейчас выкидывать. Запах уютрился, но при мывании он такой... Вообще, я люблю гуречные экстраты. Но здесь он какой-то прям химозный, такой прям концентрированный. Прямо вот что-то как-то мне не очень. Здесь запах более мягкий, более натуральный. Так что, в этом плане 100 рецептов красоты забирает очко у весны. Как-то это странно сейчас прозвучало. Ну ладно. Теперь, что касается вскрытия. Вскрытие покажут, как говорят. У весны оно открывается вот так. То есть, блин, не видно было. Да что ж такое? Вот так. То есть, всё. Крышечка просто откидывается. Это удобно, потому что потом просто её захлопываю, обратно поставил. 100 рецептов красоты не такая продуманная. Здесь крышка отвинчивается полностью. Это немножечко неудобно, потому что... Вы понимаете, почему. Плюс у меня ещё кошка очень любит наблюдать, как её хозяйка умывается, сидя на краю раковины. И она может лапкой тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь эту крышечку и похитить коварненько. Вот. А так, по действию, по функциям, по умывательным функциям они примерно одинаковые. Моя дыру бы они не понравились. Ну, зато и очищение сухости. Далее блеск, а тыфраше. Ой, блеск. Жидкие тени для век. А тыфраше. Ему уже года несколько. Все надписи на век стёрлись. А вот на дне сохранилось что-то. Ау-брус. Номер один. Он с аппликатором. Вот с таким. Я им за всё время его пребывания у меня дома пользовалась раза три, не больше. Аппликатором наносить на веки вообще не вариант. Ну, либо у меня руки нету, которые растут. Как я им пользовалась? Я доставала аппликатор, снимала с него продукт пальцем. Пальцем же этим наносила на веки. Сверху как бы припудривала тенями схожего оттенка и было на сибильном. Вот. Ну, вообще мне не понравилось им пользоваться. Хотя выглядит он достаточно на веках интересно. Немножечко даёт таким металлическим блеском и так прям играет искорками. Вот. Он наносить морокко. Это уже, я не знаю, я, наверное, сотый раз уже показываю этот дезодорант, этот гарниер, шариковый он с кем-то. Скажи мне, с кем-то. В общем, с таким алоэ ароматом, очень нежным и очень деликатным. И он действует именно по своей функции, а не за счёт того, что аромат усиливается, когда я... Ну, вы поняли. Очень компактненький в руках, приятно держать, функциональный, прелесть. У меня сейчас вот стоит новый такой же, только розовенький. Видимо, с чем-то там, с розой или что-то такое. Вот. Далее. Натурасиберика. Дневной крем для лица. Он такой, с удобным таким крантиком. Ну, чё, хороший крем, нормальный, промотирующий эффект. Ну, не знаю, не знаю, может быть, немножечко так, чуть-чуть. Вот. Ну, в общем, где-то не то три, не то четыре, какую оценку поставить этому продукту, я так и не поняла. Вроде хорошая, а вот даже я не знаю, что про него сказать. Вот. Ну, Натурасиберика вообще хорошая очень фирма, и там редко бывает бывает что-то не совсем хорошее. В общем, на этом у меня всё. Прекрасно. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok